Всем привет, дорогие друзья, с вами Юга, и сегодня вашему вниманию хочу представить небольшой мини-гайд по навыкам на персонажа клипа игре Summoner War. Рассказать, какие навыки качать нужно в самом начале, на что ориентироваться, что полезно, что нет, как распределить их грамотно, и, соответственно, максимальную эффективность показать коротко, ёмко, без лишней воды. Так что погнали сразу к навыкам. Начнем с самого простого, начнем с того, что нам понадобится в первую очередь, и даст нам самый первый приятный буст. Это мана. Запас маны мы раскачиваем до максимального значения, так же, как и пополнение маны. Здесь не обсуждаемо. Непрерывное уклонение с индикатором уклонения, пополнения до трех раз и сбросом его КД, так же выкачивается в первую очередь, особенно на танк. Поверьте, у ворот очень полезная и важная вещь, особенно, когда вы ходите в рейды, в боссы, в танки вообще в целом. Многие из них я не прохожу в автоматическом уровне, а все делаю вручную. Тем самым у меня уже закрыты, в основном, все десятые данчи. Даже не добравшись до 60-го левела с разницей в 5 левелов, это очень полезно, когда ты делаешь это все руками. Поэтому уклонение мана наши друзья. Все остальные навыки будут выкачиваться в дальнейшем. Они нужны, конечно же, для ПВП и для арены. И, в частности, для арены в ручном режиме. Ни в коем разе не быстрый бой. Так что вы можете пока отклонить. Так же, как и скилл удачи с дополнительным пополнением индикатора ультра-навыка. Он вам сейчас не нужен, как вы заметили, он у меня первого левла. Теперь самое вкусное и самое основное по вашим пассивкам. Разберем. Щит хранителя. Must have. Качается сразу до максимального значения. Так как игра сейчас представляет в основном боссинг, и все, что ты делаешь, это убиваешь боссов, боссов, боссов. Здесь максимальный буст, который вы можете получить от всех пассивок. И уменьшение непосредственно получаемого урона, и получаемого урона монстрам. И увеличение маны, когда вы атакованы. То есть, по сути, скилл, который дает вам возможность постоянно бить своими скиллами, и также вас защищает. Очень важный скилл. Качать и максить в первую очередь. Следующие скиллы, которые бустят не только вас, но и увеличивают защиту, сопротивление и отражение урона ваших монстров, призванных. Качаются также в первую очередь. Очень полезные, очень нужные. Особенно если у вас нету в пачке, не знаю, примерно, ну если будем брать птицы-короды, любого танка. Хотя, в целом, это еще даст дополнительный буст. Все остальные скиллы, из всех полезных, здесь хранитель преданности, которая позволяет вам накладывать на себя эффект живучести и продолжение исцеления при получении фатального урона. Когда вы получили фатальный урон, исцеление про вас проходит гораздо лучше, и, соответственно, вы дольше выживаете. Он следующий у меня в категории макси, тоже до хотя бы минимум 4-5 левла, это полезно. Все последующие скиллы, которые укрепление щита, хранитель, противостояние и боевое покровительство, можно качать на двоечку, единичку. Ну, в принципе, это выгодно именно вкидывание в очков. Они требуют немного, но буст, к сожалению, при этой прокачке будет, ну, примерно на 30% от заявленных, как говорится, ну, заявленных процентов. В дальнейшем, конечно, все это выкачивается в 5 абсолютно, все пассивки выкачиваются в 5, основная в 10. Но если распределять в самом начале, у вас не так много очков, ориентируйтесь на первые 4 и, соответственно, хранитель преданности. Это самое главное. Далее, далее элементы. Выберите, с чем вы будете ходить со вашей основной пушкой. Помимо того, что вы, конечно, будете ходить в данжи, где будут преобладать огненные, ветреные элементы, я выбрал и фокусируюсь непосредственно на пушке воды. Она для боссинга самая лучшая. Соответственно, я сейчас объясню, почему, перейдя к активным навыкам. Также будет второй, я, наверное, буду качать пушку света, так как тут, интересно, у нее также скиллы присутствуют. Но сейчас для меня основная это пушка воды. Плюс ко всему, последняя локация огненная. Лишний урон не помешает, если вы просто будете проходить квесты. Держите это в голове. Теперь по основным скиллам. У многих вопрос. Кстати, был у меня также на стриме, а что, это я буду качать что-то разное? Нет, скиллы вы, ребята, будете качать все одинаковые. То есть, вне зависимости от пушки, скиллы качаются на все. Итак, перейдем к ним. Основная базовая атака, так как она дешевая до третьего левела, я поднимаю ее в троечку. Два основных скилла, которые у вас есть, это, соответственно, второй и четвертый. На каждом скилле есть эффекты, которые вы накладываете, вы можете посмотреть. Что наносит урон пропорциональной защиты, уменьшение атаки. Особенно это очень круто, именно касаемо боссинга. То, что вы убиваете боссов. Соответственно, в ледяном щите здесь плюс еще невозможность цели атаковать никого, кроме кто из провоцировал. То есть, у вас здесь провокация идет. Это очень удобно. Так же, как и во втором щите в айсберге. Здесь уменьшение атаки, уменьшение скорости атаки. То есть, понимаете, что вы можете, у вас есть накопленный, во-первых, есть максимально накопленный эффект. Если вы будете, соответственно, он стакается, и босс вообще перестанет вас атаковать. В плане по скорости атаки он станет очень медленный. После сброса скиллов и распределений, я это заметил, выглядит шикарно, кстати. Урон пропорциональной защите. Наносит урон пропорциональной защите. Что это значит? Это значит, если у вас попадается очень жирный босс, значит, вы этим скиллом выдаёте максимальный ДПС. Двойная ледяная атака. Так же накладывает уменьшение точности по вам. Так же везде идет стат урон пропорциональной защите. И для вас это является, наверное, кроме после второго и четвертого скилла, один из самых полезных. Но, максить его я не рекомендую. Я бы, скорее всего, если, ну, уже ближе, когда у вас будет 350 навыков, как видите, тут уже нужно 20 для усиления, я бы все-таки в 6 загнал ледяной щит и айсберг. Как и в дальнейшем, хотя бы ульту довел до третьего левла. Пропорционально, допустим, пятому левлу ледяного шока, вы видите количество процентов, которые есть. Тут, если при атаке существует доп. удар, он, в принципе, также не особо существенен поначалу, что 231, и если тут 292. Если будут свободные очки, конечно, можно на это потратить. Хотя бы до третьего левла, где-то примерно 10 очков, то есть 14 очков усиления. Но, если, как я говорю, еще вы хотите выдавать даже на ранних этапах с небольшим гиром, второй, третий скилл для вас, бро. Но, я говорю, что, да, приходится отказываться от ульты. Но не забывайте, что у вас есть ульта еще и на ваших монстрах, так или иначе, пятого левла. Ну, если, конечно, вы очень крутой, богатый, выкачали ее. Это что основное нужно знать. Далее, я бы для танка, и, в принципе, как и для многих, рекомендовал бы пушечку света использовать. Есть на ней интересный скилл. Скорость свет, совершая травок со скоростью света, атакует врага наносимый урон, пропорционная защита, увеличивает наносимый урон, если враг находится перед эффектом провокации. То есть вы провоцируете, также увеличиваете тем самым урон. Прекрасно. И, соответственно, накладываете слепоту. Очень интересная штука. Рекомендую. И также есть шикарнейший скилл, световой щит, где есть тултип, неуязвимость, не восприимчивость к урону, за исключение участников группы. То есть световой щит на вас накладывает еще, по сути, бабл, если так разобраться, и вы становитесь на какое-то время бессмертным, что очень круто. То есть две мои основные пушки, которые я буду раскачивать, это свет, скорее всего, и вода. Вода сейчас в приоритете, так как мы идем, левелимся по локации. Дальнейшем, ну я имею в виду по пассивкам, в дальнейшем будет свет также примерно в соотношении 5-5, примерно вот так. Это что касаемо скиллов. В дальнейшем, как распределять навыки и что сделать. Как я сказал, в активках я буду доводить ульту до тройки, ближе к 60-му леву, и стараться раскидать айсберг. Ну, давайте будем так условно, второй и четвертый щит до шестерочки. Это очень дорого, это 40 очков, я напоминаю. Но в этом есть определенная эффективность, которая действительно интересна. И, соответственно, дальше уже будем выходить. Если уже выкачивать ульту, соответственно, есть смысл выкачивать удачу, которая идет дополнительное выполнение индикатором ультра-навыка с шансом. Ну, соответственно, как ледяной шок и прочие пассивочки. И прочие ульты, как ваших пятерок. Я имею в виду монстров. Вот. Касаемо зова-призывателя, укрепления связи, все это под пвп, все это также выкачивается. Навыки дешевые. На начальных этапах стоят по единичке. Но, опять же, я говорю, вы в них можете вложиться ближе к 60-му. Если плюс даже вы ходите арену. Но, если вы ходите арену не вручную, какие-то духовные связи вам особо роли никакой не сыграют. Но в дальнейшем, естественно, их нужно раскачать. Хотя бы до, не знаю, до четвертого или до пятого левела. Они, в принципе, ну, тут 10 очков в налог. У четвертого левела. Лучше за 10, 6, 3. Вот третий левел самый оптимальный поначалу. Ну, и касаемо всех остальных пассивок. Их, как я еще раз напомнил, желательно выкачать все в пятерой. Приоритет вы поняли. Первый, второй, третий, четвертый скилл. Седьмой. Хранитель преданности. Я его также сейчас, допустим, как я уже довел, соответственно, первую четверку до пяти. Следующий у меня фокус идет на посредственно на хранитель преданности. Очень классный скилл. Позволяет тебе выживать при фатальном уроне. В принципе, все. Надеюсь, емко объяснил и показал. В игре не так сложно разобраться. Все написано здесь. Каким-то умозаключением вы можете принять сами. Не забывайте, что вы танк. И одна из ваших, как говорится, основных задач, это, естественно, танковать. Ну, и быть по большей части непробиваемым. Это очень важно. Вот. Собственно, все. Если какие-то вопросы в комментариях. Также приходите на стримы, задавайте. Давайте подискутируем об этом. Ссылочка на стримы и прочее также в описании к видео. Надеюсь, это было вам полезно. И понадобится. Восвоение игры. Сумонер Вар и персонажа Клифф. До скорой встречи. С вами был Юга. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok.